Нина Фёдоровна Гулакова в этом году отметила свой 90-летний юбилей. За прожитые годы ей есть что вспомнить. В годы Великой Отечественной войны семья Нины Фёдоровны оказалась в оккупации. Каждый рассказ пенсионерки о том времени словно маленький киносценарий, достойный экранизации. С женщиной, пережившей войну и ранение от снаряда, познакомилась наша съёмочная группа. Мы жили в Белоруссии, в Майлёвской области Чаусского района, в деревне Лёвковщина. Там большую семью долгих, в которой было пятеро детей, застала Великая Отечественная война. В 41-м году немцы вплотную подошли к деревне, где жила Нина. Жители все как один старались помочь солдатам держать оборону. Кто как может. Бабушка печку топила с утра до вечера, варила вот такие чугуны в русской печи, картошки. И на улицу выносили, и вот они строим и шли, и у пилоточку брали по пять картошек, солдаты. Немцам удалось взять деревню. Началась оккупация. Захватчики угоняли домашний скот, потрошили дома, забирали самое ценное. Библия полметра в золотом переплёте. Они стали за неё тянуть, каждый себе эту Библию забрали. А бабушка, когда я мала была, она всё мне читала эту Библию, что будут железные птицы летать, что будет брат брата убивать. Там в Библии всё написано. Часть советских солдат перешла в партизаны. Пойманных бойцов фашисты уводили в плен. Офицеров расстреливали на месте. Нина Фёдоровна помнит, как её дедушка выменил на оставшееся продовольствие двух измождённых раненых. Немцы с лёгкостью разрешили их забрать, махнув на них рукой. Мол, всё равно уже не жильцы. Бабушка-медик, натопили баню, раны там им вымывали, выпаривали. Через месяц у них раны зажили. И это не единственные служивые, которым удалось выжить благодаря семье долгих. Бабушка Нины нашла в сарае молодого солдата. Сохранить ему жизнь помогла русская смекалка. Штатской мужской одежды, чтобы переодеть бойца, в семье не осталось. Недолго думая, бабушка Нины надела красноармейцу юбку и женскую кофту. Повязала платок. Идут немцы, о, поминка гуд-гуд, поминка гуд-гуд. А баба говорит, не трогай, это мой дочка, не трогай. В обличии поселковой девушки солдат из-за водой к колодцу ходил и поле пахал. А немцы так ничего и не приметили. Там соседи спрашивают, у вас откуда такая девка быстрая узелась? Парень это и жил у нас целый месяц в женской одежде. Помнит Нина Федоровна и как досталась местным мальчишкам от фашистов. Кто-то из них украл у немца конфеты. Наказали всех. В июне 44-го года наши войска начали освобождение деревни. Во время бомбежки 14-летнюю Нину ранила. Извлечь осколок снаряда помог немецкий хирург, который оперировал в местном госпитале. Так Нина поняла, что не все они одинаковые. И когда немцы отступали в знак благодарности, Нина отдала врачу-спасителю краюху хлеба.